Сегодня в вип-зале сургутского аэропорта заседал оперативный штаб, выясняющий причины субботней аварии Ту-154, который должен был лететь в Москву, но сгорел даже не вырулив на взлетно-посадочную полосу. Осмотрев обломки лайнера и взяв пробы оставшегося керосина, следователи остановились на двух версиях пожара. А пострадавших, которые остаются в больницах Сургута, сегодня навещали страховщики, чтобы осоставить списки личных вещей, которые были на борту, и оценить ущерб. Местные власти уже начали восстанавливать пассажирам сгоревшие документы. Сергей Малоземов следит за происходящим. В Сургуте сейчас по меркам этого северного города довольно тепло. Днем было минус 23. Среди сосулек, свисающих со станков сгоревшего самолета, эксперты из следственных органов и Межгосударственного авиационного комитета провели весь день, пытаясь взять на анализ образцы топлива и вообще найти хоть что-то, проясняющее причины аварии. Нами отрабатываются две основные версии. Это первое – нарушение правил пожарной безопасности. И вторая версия – это нарушение правил эксплуатации воздушных судов. Значит, по обоим версиям сегодня происходят интенсивные следственные действия. Факты известны следующие. Пожар в самолете, вылетавшем 1 января из Сургута в Москву, на борту были 116 человек, в том числе группа «Нана», начался при запуске двигателей и продолжался 42 минуты. Сначала сидевшие в хвосте увидели дым и искры, потом была паника, столпотворение в салоне, прыжки из аварийных выходов на землю, надувной трап сработал всего один, затем взрыв и тушение уже догорающих обломков. Погибли 3 человека, в том числе 7-летняя девочка. Еще 30 пострадавших до сих пор остаются в больницах. Местные власти и авиакомпания обещают в ближайшее время начать компенсационные выплаты. Единоразовая помощь КГЛМ-Авиа всем пассажирам в размере 20 тысяч рублей. Это на срочные нужды. Кто-то остался без верхней одежды, кто-то без головного убора. Второе – это организация взаимодействия с компанией «Страховой СОГАЗ», с которой был контракт. На прошедшем сегодня заседании оперативного штаба обсуждали, как избежать конфликтов с пострадавшими. На 100% видимо это не удастся, ведь пока речь идет о компенсациях только за тяжесть полученных травм. А часть пассажиров потеряли еще и немалые деньги за новогодние туры, которые должны были начаться из Москвы. Кто и когда оплатит сгоревшую ручную кладь и багаж, их список сейчас составляют. Особое внимание, повторяюсь, на ценности, на банковские карты, ноутбуки и все остальное. То есть мы должны прописать чье имущество, вплоть до сумки, в которой оно находилось. Она опять же имеет определенную стоимость. Но главный вопрос – почему это все-таки случилось? О сгоревшем самолете известно, что первый рейс он выполнил еще в 83-м, когда поступил в компанию «Аэрофлот» под бортовым номером СССР-85588. Потом летал под флагами Магаданского и Владивостокского авиапредприятий. В Когалым-Авиа оказался уже почтенным стариком три года назад. Директор авиакомпании Николай Зольников говорит с журналистами, пока отказывается. Скажите, а вот все-таки самолет был исправен? Когда в последний раз проверка проводилась? Николай, пожалуйста. Председателю, без комментариев, извините. В Когалым-Авиа, между тем, уже прошла выемка документов в рамках возбужденного по факту аварии уголовного дела. Проверяют и качество работы наземных служб. В Уральской транспортной прокуратуре организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и авиационной безопасности в аэропорту города Сургут и авиакомпании Когалым-Авиа. Ространснадзор еще накануне рекомендовал авиакомпаниям на время расследования отказаться от эксплуатации Ту-154 старой модификации Б-2. Сейчас таких самолетов в России осталось 14. До 1 января было 15. Как заверили чиновники, авиакомпании смогут найти замену и выполнить график новогодних полетов. Сергей Малоземов, Руслан Байрамов, НТВ, Сургут.